Итак, наши гости. Людмила Хитрова, прима-балерина Большого театра Беларуси, лауреат международных конкурсов, ведущий мастер сцены балетной труппы театра. И Олег Еромкин, заслуженный артист Республики Беларусь, премьер Большого театра, ведущий мастер сцены Большого театра. И, между прочим, они муж и жена. Доброе утро, Людмила! Доброе утро, Олег! Очень рада видеть вас сегодня. Насколько я знаю, ваш рабочий день у нас в студии. Доброе утро! Вот «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Витовт». В каких еще новых балетах мы сможем увидеть в новом сезоне балетную пару с приставкой «Самая красивая»? Я думаю, это «Спартак», «Щелкунщик», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица». Этот список, наверное, можно продолжать и продолжать, потому что мы танцуем во всех. Практически весь репертуар Большого театра можно увидеть в каждом спектакле. В каждом спектакле. И в каждом спектакле пары. Практически, да. А вы не путаете вот с таким обилием спектаклей какие-то партии, нет? Не бывает такого, что? Ну, конечно, бывает, когда, например, партия долго не танцевала, там полгода бывает перерыв. Конечно, на первую репетицию нужно подготовиться, потому что все-таки большой объем информации, забывается что-то. Но все равно все хранится по полочкам. А это вообще норма в балете, вот, иметь такое огромное количество спектаклей? Как вы перечислили, я просто вот не представляю, насколько утром ты встаешь и думаешь, наверное, у меня сегодня лебединое озеро. Или что? Бывают такие случаи? Ну, я, скорее всего, наверное, нет. Я вот скажу так, что раньше удивлялся, как оперные певцы могут точно так же исполнять вот эти арии, потому что мне казалось, боже, ну мы там занимаемся. У нас есть определенные движения, они встречаются во многих спектаклях. Они повторяются, ну, то есть, как актеры, только разные роли, вот, а понимаешь, что, а, вот, певец, да, певец, это же голос, это же, там, не знаю, стихи, это столько ролей, а оказывается, вот, у нас это все в движениях, у них это все, да, у них все это в словах. Причем, что все вот знакомые, тоже у нас друзья, которые не связаны с балетом, тоже интересуются. Мама у меня очень часто этот вопрос, как вы не забываете, это же столько всего нужно помнить, но как-то... Потому что, помните, синхронность какая-то определенная, вот, ну... Ну, для синхронности, конечно, есть репетиции, а вот запомнить это в голове. Я бы хотела все-таки узнать, как вы пришли в балет, я знаю, что у Олега вообще есть какая-то такая странная история, которая связана с тем, что он чуть ли не продался за игровую приставку для того, чтобы стать артистом балета. Ну, как так случилось, что какая-то материальная заинтересованность привела вот к такому высокодуховному искусству? Ну, я скажу, что, наверное, это... Наверное, половина только. Потому что это... Я с пяти лет занимаюсь танцем, для меня я не был никогда это какой-то такой тяжелым трудом, не знаю, как все, наверное, ребята, мальчики. Мне хотелось играть в футбол, но, опять же, мне было удовольствие, так как я был весьма подвижный, озорной, мне нормально было там потанцевать что-то, попрыгать, в хороводы поводить. Потом в футбол поиграть. Да, и поэтому вот в 10 лет просто, когда ходят из училищ профессиональных и отбирают детей по школам, пришли, сказали, что, ну, попробуйте поступить в училище хореографическое, то есть я понимаю, что... Ну, то есть ничего я не теряю. То есть те же предметы, математика, русский язык и все остальное, там будут то же самое, просто будут более углубленные танцы. Ну, и мама как-то так с папой обмолвились, вот, а это же был 1905 год, ну, приставка, компьютер, же было что-то нереальное для ребенка, там что, пистолет, автомат, мяч, велосипед, все, а тут компьютер. Людмила, а у вас все было более классическим способом, но не так рано, не в 5 лет. Ну, да, нет, у меня тоже было с 4-х лет, у меня мама начала водитель по всяким кружкам, развивающим заведением, то есть это был английский язык, пениях, хореография, рисование, то есть такое развивающее очень. Вот, и как я вспоминаю, мама мне рассказывала, что у нее не было таких мыслей, чтобы дочь была профессиональной балериной, просто она хотела, как, наверное, любая мама хочет, чтобы ее, тем более девочка, ребенок, была красивая, стройная, у нее была красивая походка, фигура, то есть она с такими мыслями мне отдавала танцы, но потом я и занималась и эстрадными танцами, и спортивными, и балетом одновременно, то есть у меня весь день был расписан с утра до вечера, но потом как-то выбрали балет и остались в балете. Выбрали вы или выбрали вас? Как все-таки происходило? Ну, наверное, пришла, мама меня привела в училище, меня приняли и вот начала ходить. Давайте тогда вспомним ваши первые роли, наверняка это не Адетта, не Джульетта, да? Как вообще вот не потерять мотивацию какую-то, когда ты фея, Паша или кто-то там еще в каком-то там последнем ряду? Ну, я вот помню свою первую роль, это роль Пажа, мне было 11 лет, это я училась второй год в училище пареографическом, и это был Паш в Эсмеральде, то есть из всего класса отобрали двух девочек, меня и еще одну, и шили на нас костюмы. Это была премьера, мы ходили за королевой, носили ее шлейф, на этот спектакль пришли все мои родственники. Это было событие очень большое для нашей семьи, что дочка ходит, вот у нас для моих родителей, они пришли, и она в театре. То есть у меня папа до сих пор вспоминает, когда звонит мне по телефону, в другом городе живет, и спрашивает, ну, Людочка, что у тебя сегодня? Я говорю, я сегодня Лебединое озеро, танцую кого? А да, тот диле. И он сразу же вспоминает эту историю про Пажей, а вот помнишь, мы ходили на Пажик, и ты была Пажиком, то есть, ну, конечно, с маленьких ролей начнешь. Не померкнет роль Пажика, все-таки, даже по сравнению с такими парциями, как сейчас. А у вас, Олег? У меня было тоже где-то, это был второй уже год обучения, это был шестой класс, и вот в спектакле Дунки Ход есть такие поварята бегают, вот, я был одним из поваренком, вот, ну, так как классических у нас спектаклей на тот момент было много, вот, это, там, в Корсаре тоже маленькие мальчики и девочки, там, оживленный сад. То есть, это взрослые спектакли, это в театре спектакли? Ну, это же уже была работа, да, это была работа в театре, и самое интересное, это платили деньги, это очень, это было 11 лет, и когда ты первый раз не знал, не понимал, ну, это классно быть большой театр, станцевать маленькую, но роль, неважно, что, но просто со взрослыми артистами на сцене большого театра. Зрители, все это, ну, во-первых, это сразу как-то так, ты все уже чувствуешь, ну, не звездой, конечно, там, но это уже так, престижно, все-таки уже артистом, но, опять же, все равно, это еще, ну, еще все детские вот эти амбиции, наверное, все, вот, поэтому, вот, ну. А когда случился вот этот переход уже в такие взрослые, серьезные роли? Ну, как бы, пока ты, наверное, все-таки, я так скажу, пока ты ребенок, ты, и даже, вот, ну, до лет, наверное, 15-16, есть еще вот, среди мальчиков, я так скажу, наверное, ну, у девочек тоже есть такие партии, там есть где-то Паш, большой Паш, ну, когда уже дети подрастают, мальчики, да, были серьезные, ну, как бы, танцевальных таких вот элементов, как вот уже в театре танцуешь, как бы их нету, потому что, ну, это уже танцуют артисты, уже, неважно, какого роста, но у них уже есть свои роли, вот. Вот, и вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, солистом уже становишься в театре, то есть, учащись в училище, ты, в принципе, вот, в Минске, например, такая система, что сажируешься в театре, а солистом непосредственно уже партия «Серьезные танцевать», ты уже начинаешь, когда приходишь в театр и устраиваешься на работу, то есть. Недавно в Москве, насколько я знаю, прошли гастроли Большого с большим аншлагом, успехом, и вы играли свои любимые на партии. Все-таки вот в чем успех? Это персонали, репертуар, вот как определяется все-таки успех гастролей Большого нашего театра? Это «Золотая середина». Да, все-таки как любого успешного, наверное, хорошего и спектакля, и фильма. Вот на что больше идут? На солистов, на репертуар какой-то определенный? Все-таки, наверное, правильно Олег говорит, это все-таки должна быть «Золотая середина», потому что не очень интересная постановка в исполнении очень интересных и известных артистов будет все равно не то. И также наоборот, то есть если очень сильный спектакль, но артисты не могут донести какую-то эмоциональную составляющую роли, то это тоже будет не то. То есть все-таки должна быть и постановка грамотная, интересная, захватывающая, и солисты, ведущие, и актерская работа артистская. То есть все должно быть в совокупности. Все-таки как ни крути, так же, как вы знаете, часто про нашу профессию спрашивают, что у вас самое главное в профессии? То есть, наверное, это характер, да? Вот у многих говорят, что, ну, балерины все-таки характером своим выделяются, да, что не добились бы каких-то высот, если бы не имели какого-то определенного характера. То я всегда отвечаю, что это все равно, это должно, знаете, как говорится, звезды должны сойтись. То есть это ты можешь очень сильно хотеть, очень сильно стараться, но у тебя может просто не хватать физических данных. То есть так же, как, ну, ты в спектакле, то же самое, то есть должен быть и актерский состав очень сильный, и сама постановка, и музыка, и сценография, и костюмы, то есть все вместе. Вот тогда не могу не спросить о детях, все-таки, когда вы планируете, и хотите ли вы, чтобы ваши дети тоже были артистами балета? Ну, конечно, планируем, у нас недавно была свадьба, конечно, для, это, этот вопрос задают всегда балеринам, как же делать, да, у нас многие балерины уходят в декрет, и, ну, это очень здорово, что не боятся и возвращаются, и танцуют дальше, то есть, ну, я скажу за себя, что я тоже не боюсь, и когда мы решимся, и то все будет, и вернемся, и будем танцевать. А по поводу детей в балете? Ну, по поводу детей в балете я, наверное, скажу, что ребенок, пока он маленький, он, конечно, не понимает, но вот уже с точки зрения нас, как профессионалов, не знаю, меня как педагогическое, с педагогическим образованием, все-таки в балете именно еще надо, чтобы была физическая подготовка и плюс еще просто природная...